Доктрину 7.7 Доктрину 7.7 Доктрину 7.7 Доктрину 7.7 Доктрину 8.7 Доктрину 8.7 что очень скоро на ваших же экранах появятся номера телефонов, по которым вы сможете сами ответить на этот вопрос, тем самым создав наше открытое голосование. По две минуты в первом раунде на точку зрения. И я полагаю, что начнем с дамы. По всем критериям это будет правильно. Лариса, зачем вы шли во власть? И необходимо ли вашим коллегам поступать таким же образом? В течение двух минут, прошу вас. Ну, я и я шла во власть очень хорошей компании. Это был Никита Белых, это был Александр Попов. И я шла под знаменами партии, которой сейчас уже, к сожалению, нет. Это Союз правых сил. Тогда, в 2007 году, мне казалось это интересным. И как человек творческий и увлекающийся, я как-то вот сказала, да, ставьте мое имя в список. Я даже и тут же забыла об этом. Когда пришло известие о том, что Союз правых сил прошел в парламент республики, ну, сначала был шок, конечно, а потом, как-то вот, знаете, подумала, почему бы и нет. В конце концов, это определенный жизненный опыт. Это возможность увидеть срез жизни совершенно новый. И я не жалею об этом опыте. Я считаю, что эти четыре года в моей жизни, они очень серьезно повлияют на меня, как на творческого человека, как вообще на человека, на гражданина. Поэтому, если вдруг так получается, что человек подходит и ему, вот, или ему предлагают, или он попадает в ситуацию, когда ему говорят, ну, вот не хочешь ли, вот мы тебя поддержим, почему бы и нет. Если человек чувствует, что он готов, что он может, что он может реально что-то изменить, почему бы и нет. То есть, ваш ответ, если емко, да. Ну, да, да, да. Если так складывается жизнь, почему бы и нет. Чем актер, извините меня, режиссер или какой-нибудь творческий человек хуже, чем те, кто сейчас в Государственном Совете. Я вас услышал. Итак, личный опыт, почему бы и нет, и утверждительный ответ на вопрос, необходимо ли людям творчество идти во власть. Александр, теперь ваши две минуты. Ну, самая большая беда нашей законодательной власти, что у нас пироги печет сапожник. Вот кто в Государственной Думе у нас разрабатывает и принимает законы? Иосифа Кобзоны, Ирина Роднины, Алина Кабаева, люди со своих сторон уважаемые, заслуженные, но люди абсолютно ничего не соображающие в таком понятии, как законотворчество. Для того, чтобы разработать закон, чтобы он работал и был сопоставим с другими законами, и чтобы по нему можно было работать, для этого нужно быть как минимум юристом или на худой конец экономистом. А поскольку у нас все театральные деятели и спортсмены, они, как правило, получают, особенно спортсмены, образование такое поверхностное, поскольку все уделяется в спорте и в творчество, они, естественно, вирус-пруденции ничего не понимают. Поэтому, если поглядеть на ту же нашу Государственную Думу, которую в последние годы перестали показывать, но когда показывали, мы все отлично видели, что там присутствует от силы пятая часть депутатов. И я отлично понимаю тех, кто отсутствует. Это представьте, что мы с вами будем сидеть на конференции физиков-ядерщиков изо дня в день, из года в год. Мы там с ума сойдем, поскольку мы ничего не понимаем. Естественно, если имеешь депутатский мандат, можно ведь столько полезных для себя дел сделать, чтобы присутствовать и слушать то, в чем ты ничего не понимаешь. Если за тебя один человек пройдет, и карточка за всю команду проголосует. У нас в Госдуме как были дилетанты, в большинстве, так и есть дилетанты. У нас не Госдума принимает законы. Законы у нас принимает администрация президента, законы у нас принимает Белый дом. Так же и у нас в регионе. У нас практически нет профессионалов в госсовете. У нас Желтый дом как принимал законы, так и принимает эти законы. Пришли депутаты, отголосовали, и дальше каждый пошел со своей почетной корочкой делать полезные для себя дела. Если мы посмотрим на всех депутатов, что местных, что региональных, из числа, скажем, учителей, врачей, других бюджетников, ведь все они, став депутатами, вскоре переходят на чиновнищую службу, на государственную муниципальную. Все они делают карьеру, и мы потом проводим до выборов. Вот для чего дилетанты идут во власть. Ясно, мы вас услышали. Спасибо, Александр. Итак, это был первый раунд, в котором наши гости не перебивают друг друга, и следовательно не вступает в диалог. Второй раунд этим как раз и будет отличаться. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Актеры, артисты, общественные и театральные деятели все сильнее и активнее пытаются попасть во власть различных уровней, и мы обсуждаем эту тенденцию. Хороша и правильна ли она сегодня с нашими гостями Ларисой Ивановой и Александром Щегревым. Итак, второй раунд у нас по пять минут. Это уже на вопросы друг к другу. Не забывайте, пожалуйста, голосовать, уважаемые телезрители, на ваших экранах номера телефонов, по которым вы можете бесплатно по всей территории республики оставить ответ на поставленный в теме вопрос. Я прошу запустить часы пятиминутные. И если вы позволите, уважаемые гости, первый вопрос к Ларисе. Так и ко мне. Да. Ну, хорошо. Ну, вы человек, которого, в отличие от нас, Александром, не были и не нюхали. Не видели, не щупали и не чувствовали. Вот смотрите, вы шли в госсовет и открыто об этом заявляете, чтобы набраться опыта определенного. Или, может быть, не набраться, но вы его тем не менее получили. А разве не идет туда человек обязательным в своих предвыборных обещаниях для того, чтобы помогать другим людям? А я помогала? Нет. У вас есть какая-то информация, что я не помогала? Нет. Где вопрос по степени важности? Личный опыт или помощь и вот эти реальные дела, фармлеров, которые очень важны? Нет. Ну, понимаете, вот наш государственный совет, да, вот Александр абсолютно правильно сказал, большинство инициатив как бы исходит из желтого дома, да, где сидит у нас правительство. Но, в любом случае, понимаете, само вот это законотворчество, конечно, редко кто там вот сидит и вот прямо вот придумывает. Конечно, работает аппарат. У каждого комитета целая команда людей, профессиональных людей. Вы были в комитете по бюджету. Да. То есть это целая команда людей, кроме депутатов. И законы, понимаете, то есть там сессии были там и 40, и 50 законопроектов вносятся. В основном это вносятся поправки. Поправки к федеральному законодательству. То есть у нас в последние годы идет такое очень серьезное укрепление вот этой вертикали. То есть у нас все наши законы, большинство, вот все они приводятся в соответствии с федеральным законом. Я не знаю, на самом деле там много как бы вот увлеченных таких этим процессом людей. Они уже там не первые, созыв, работают. То есть нравится процесс и недеятельность, вы к этому? Нет, ну там как бы захватывает все. И как бы и увидеть, и понять, и просто почувствовать там какую-то мотивацию в том или ином случае. Или, например, возможность, невозможность сопротивляться. Вот, Александр, как вам вот такая появилась? То есть там... Нет, вот насчет поправок. Вот давайте у меня вопросик такой маленький по-моему есть. У нас есть закон о Конституционном суде Республики Коми. Ранее было положение, что судей Конституционного суда Республики Коми может стать гражданин Республики Коми, достигший 35 лет, имеющий высшее юридическое образование и имеющий 10-летний стаж юридической деятельности. Сейчас этот порог... Потом было изменение, испустили до 20... Да, я голосовала против, я помню. До 25 лет. И не надо уже там стажа в 10 лет... Я голосовала против. А вы не можете сказать, в связи с чем было внесено такое изменение? Ну, на самом деле, я думаю, что в этом у власти есть определенный интерес. Правильно. И кто после этого стал судьей Конституционного суда из молодых? Вы все пытаетесь это дело поднять, я помню. Сын господина Басманова, черного кардинала Республики Коми. Вот, Александр, вот это к чему? Потому что сидят люди, которые некомпетентные... Я к тому и говорю, что там сидят дилетанты, им безразлично. Какое... Ну, не говорю лично про вас. Нет, дело не в безразличном. Они проголосуют за все, что им дадут. Да, да. Правильно. Поэтому и ходит один человек и нажимает за всех. Им безразличны. Потому что есть решение выше. Господа, а чем это у нас звучало иначе? Никакой госсовет у нас плохой или хороший. Должны люди определенной профессии туда идти. Вот, Лариса, очень мне кажется сейчас легко и просто говорить о том, что в госсовете... Вот я уверен больше чем при всем уважении, что если бы вы прошли на этих выборах, то все-таки критерии оценки госсовета и его деятельности были бы несколько иными. Я абсолютно точно знала, что я, во-первых, не пройду на этих выборах. А зачем вы тогда пошли на выбор? У меня был, скажем так, определенный интерес. Вот... Не скажете какой? Нет, не скажу. Этот интерес был. Сейчас и этого интереса уже нет. Поэтому для меня как бы это был хороший опыт. И я вот пока, то есть меня туда это не тянет. Вот если, может быть, если я буду жить долго-долго и вдруг что-то такое произойдет, не знаю. Но, скорее всего, нет. Я, понимаете, я, проработав там 4 года, я как человек, как гражданин, я лишилась очень многих иллюзий относительно того, как у нас все происходит. Для меня теперь иллюзий нет. Я не буду писать письмо там, как Ваню Жукову. Запускаем часы. Александру первый будет мой посыл, если опять-таки Лариса уже позволит. Да, то есть я говорю, говорю. Да. Ну, это ничего, хорошо получается. Посмотрите, Александр. Я если не полагал, когда приглашал Ларису, что, задав вопрос, вы пошли в гуссовет для того, чтобы помогать культуре, услышу да. Однако ответ был, ну, не совсем утвердительный, да, но об этом чуть позже. Вот я полагал, может, правильно, как-то еще юношески я как-то размышляю, что у нас огромное количество социальных групп. И когда человек определенной профессии приходит, или из определенной отрасли, там, шахтер, т.д. и т.п., он в первую очередь пытается лоббировать интересы своей социальной группы. Почему бы, допустим, спортсменам не помогать спорту, да, заниматься вот этой отрасли, актерам не помогать там актерской деятельности, да, или почему бы нет? Вот для того, чтобы стать судьей, закон у нас требует, что должен быть у человека высшее юридическое образование, пять лет стажа работы, и никого это не удивляет, что обязательно юрист должен становиться судьей. Это считается очевидным, что для того, чтобы разбираться с законом, нужно эти законы знать и соображать, что это юриспруденция. Также и адвокаты. Чтобы быть адвокатом, ты должен иметь высшее юридическое образование и минимум два года стажа. Вот мне зарубили сдачу экзаменов на адвоката, потому что в моей должностной инструкции, где я работал юристом, мне было сказано, что туда требуется юрист с высшим юридическим образованием. Вот как щепетильно подходят к вопросу людей, к отбору людей, которые работают в законодательстве. А вот чтобы принимать эти самые законы, у нас люди считают, что это может кто угодно. Шахтер, преподаватель, работник культуры, спортсмены. Ну, так происходит. А что они понимают в законодательстве? Что они могут в этом понимать? Вот сейчас Алла Пугачева тоже прется от правого дела в депутаты, как я слышал. Если это произойдет, я подчетверяю всякое уважение к господину Прохорову и к этому организации. Вот какой закон может предложить Алла Пугачева? Льготы для старушек, которые выходят замуж за молодых парней? А почему бы и нет? Почему бы и нет? Отличный закон льгот для старушек. Льготы для старушек, хорошо. Давайте смешить страну дальше, давайте набирать туда артистов-спортсменов. Нет, понимаете, депутат, это человек, но он такой, он работает с людьми, он идет в люди. Извините, это отрыжка советских времен, когда считалось, что депутатом должны быть заслуженные артисты, почетные плотники, бетонщики. Нет, ну просто раньше это было. Столлер, Майер, Доярка, понимаете? Но это была политика КПСС, которая негласно запрещала, чтобы в депутаты избирались юристы и экономисты. Был такой запрет, чтобы вот эти вот доярки и артисты-спортсмены сидели, ничего не понимали в смысле принимаемых законов, а просто дружно голосовали. Вот с тех времен и пошла вот эта вот отрыжка. Мы считаем, что депутат – это человек, к которому пришел, и он помог скамейку во дворе поставил. А в обязанностях депутата вообще нет вот этого, то, что вы знаете, помощь гражданам, там нету. Ну, может, в Горсовете и есть, да и в Горсовете все это нет. Там одна только деятельность у депутата записана, это законотворческая, это принимать, разрабатывать нормативные акты. А как тогда получается? Вот, Лариса, вы много принимаете в оленеводстве? Ну, вот пока я была в составе рабочей группы… Вот приняли же закон. Да. Какой закон? Об оленеводстве. Об оленеводстве. И успешно действует. Нет, ну вот на самом деле, я вот уже говорила вначале, что это своего рода стихия. И там есть люди, которые очень даже на своем месте там… Работники аппарата, так называют. Нет, и депутаты. А депутаты все-таки есть. Конечно, конечно. Наконец-то, говорили еще до этого. Как бы не называю, но вы понимаете, вот когда мы работали над этим законопроектом о оленеводстве, то есть вот изначально там какие-то вот эти наработки, которые уже 20 лет там висели в воздухе, 20 лет у нас не было закона об оленеводстве. Это просто вот нонсенс. Представляете, целая группа населения… А вас это интересовало до того, как вы пришли в ГУСАЮ? Вот на самом деле, вам было хоть какое-то дело до оленеводов? Нет, конечно. У вас же были вообще другие категории, которыми вы мыслили. Я просто, Илья, я не знала, что это. Я не знала, что это. Это, скорее всего, было просто, понимаете, вот… Я не знаю, почему, но вот у меня так происходит иногда, что обстоятельства какие-то вот жизненные, они как-то так для меня складываются, что я вроде бы не принимаю никакого решения. То есть решение принимается. То есть что-то происходит, в чем я принимаю участие. Это называется сборка. Сборка событий, так называемые. Ну, я для себя называю, потому что я искренне понимаю, о чем вы говорите. Ну, вот как вы, депутат, вы какой конкретно закон разработали, приняли участие в его разработке? Ну, вот, например, закон об оленеводстве. Да. И какую поправку туда внесли, свою личную? Я никаких поправок не носила. Я была рабочей. Вы просто проголосовали за него. Конечно. И все. Но я посмотрела просто, каким образом он появляется на свет, этот закон, который… Это же созерцательная деятельность больше. Нет, ну там почему? Там разные статьи, они обсуждаются. То есть, определение разных слов, что такое там, что такое олень, что такое фактория. Что такое олень, мы поняли. Я вообще просто как бы раз так… И вот он, олень. Спасибо большое, уважаемые гости. На самом деле, тема очень серьезная. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Впереди третья раунда, где вопросы наши телезрители зазвучат. ТОК-шоу «Открытые голосования» о том, что функция онлайн-голосования действует. Телефоны для онлайн-голосования на ваших экранах. Ваше мнение нам очень интересно. Итак, мы готовы выслушать первый вопрос. Разве не лучше для страны, если во власти человек, знающий проблемы народа? Ну да, Александр. Если позволите, адресу этот вопрос в первую очередь вам. Вы неоднократно говорили о том, что у нас в России действует коррупционная система назначения людей. Как вы ее называете точно? Просто на половом связи. Просто на половом связи. А тут люди, казалось бы, не аффилированные ни с кем по родственным половым связям приходят почти из народа. Ну, во-первых, кто сказал, что они не аффилированные? Попробуйте, попадите в списки партийные. Хоть в Досдуму, хоть в Госсовет, вы туда не попадете, если вы не свой. Если вы не из этого клана. У нас все, ведь в власти, это уже все с клановой структуры сформировалось. Это клан, который стоит над обществом. Имеет все отрасли абсолютно. Совершенно верно. Не только коммерческие, некоммерческие круги. Нет, коммерция туда не входит. Коммерцию этот клан просто использует и дует. Отлично. Следующий вопрос, прошу. Бывший президент США Рейган был актером и довольно успешно управлял страной. Может, в России просто артисты бесталанные? Знаете, Рейган тоже артист не шибко порядка. 52 фильма. Да, да, да. Но все дело в том, что там это шоу, у нас это тоже шоу. Поэтому, мне кажется, вообще, Чулу-то Хлобыстин. Очень хороший дядька Хлобыстин. Я большой поклонник его творчества. Пусть идут. А я за него проголосую. Он как артист великолепен. Вы проголошуете? Я не проголосую. Я говорю, как артист он великолепен. Но как законотворец или как руководитель государства, он будет явно не на своем месте. Если он дело не наворочивает, то, во всяком случае, его будут использовать, как хотят другие, кто в этом что-то понимает. А что касается Рейгана, то, извините, все-таки там есть система власти определенная, которая действует. Там хоть обезьяну посадите губернатором или сенатором, мало что изменится в худшую сторону. Просто работает система власти. А у нас клановая структура власти. Поэтому артист во власти у нас, это будет еще хуже, чем алкоголик во власти. Можно ведь и посадить, и посмотреть вообще, что получится. Ну, я думаю, что такие эксперименты не в интересах у Соединенных Штатов Америки, у которых не так все хорошо. Вот, Ларис, вы верно заметили, что у них актер, у нас актер, у них шоу, у нас шоу. Просто вы не договорились, мне кажется, шоу разного уровня. Вы не замечали, что у нас и в ТВ, нужно это признать, большинство шоу, которые действительно рейтинговые, они заимствуются. Большинство идей, они заимствуются. Они все работают по франшизе. Может, действительно у нас проблемы с исполнителями? Нет, у нас не проблемы с исполнителями. Мне кажется, у нас просто... Вот знаете, сколько не смотрю на людей, все равно хороших людей гораздо больше. Вот много хороших людей вокруг, понимаете, замечательных. Хороший человек – это не профессия. Да дело даже не в профессии. И не в деятельности. Они хуже объединенные, скажем так. Да, да, да. У нас... Ну, сколько мы строим тут законодательство? Сколько мы тут его лепим? Это лет. Мы же все, у нас все сейчас на живца. Мы сегодня приняли, завтра посмотрели, как это нифига не работает. Надо вносить поправки, еще что-то. Это вот так долго, это такое колесо. Вот на самом деле сотни законов нужны. Нужны, потому что у нас везде провал. Почему у нас культура, извините, вот мы говорим сейчас так про культурных работников. Ну, вот знаете, ну вот охлобыстен, но это все, но это уже все. Вот хуже некуда вообще вот. Все. Актерская профессия – это вот отходы, это дерьмо. Если это дерьмо вдруг полезет вот туда, что же это будет? Понимаете? Вот не должно такого быть. Вот этим и отличаемся. Поэтому в Америке Рейган – артист, президент. А у нас артист где? Я не буду называть это слово, но все знают, где это. Спасибо. Следующий вопрос. Почему с каждым годом все больше представителей культуры пытаются стать политиками? Не знаю, я не вижу этой тенденции, честно говоря. Ну, по той же самой причине, что и другие дилетанты, которые идут в законотворческую деятельность. Не для того, чтобы принимать законы и делать жизнь нашего государства лучше, а для того, чтобы, ну, если говорить про артистов, сделать себе пиар. Вот сказано, что для того же, ну и уважаемого Иосифа Кобзонова, для него вот это, ему и пиар не нужен. Но для него это как бы дополнительное почетное звание. Он ведь никакой законотворец, так же, как и, взять ту же Ирину Роднину. И, может быть, это для ее школы фигурного катания в той же Америке какой-то плюс дает, что она вот депутат Государственной Думы. То есть это непосредственно личная выгода? Ничего более? Естественно, для дилетантов это исключительно личная выгода. Скажите, у нас есть еще вопросы? Вырастет ли уровень доверия к власти за счет прихода в нее артистов? Да нет, конечно. Но он что-то посмотрит. О, я этого типа вижу на ТНТ, что я… Доверие жизнится на конкретных делах, а не на популярности или известности. А кого бы то ни было. То есть дело не в том, кто придет, а дело в том, какие результаты этой деятельности будут. Вот это другой вопрос. И надо понимать, что сейчас в парламентах наших, региональных, есть еще, не забывайте, некая партийная игра. То есть все не просто, вот там пришел в госсовет и думаешь, сейчас ты тут сделаешь все, что захочешь. То есть мало ли что ты хочешь. Надо делать то, что… Ведет. Да. Хорошо, и последний вопрос. Разве артист не должен быть голосом протеста? Да. Ну… Понимаете, я, конечно, согласна, что вот такой клан, вот каста такая, вот поэты, там, артисты, то есть это что-то, что вот… Всегда идет в разрез. Нет, ну… Зачастую хотя бы. Ну, как бы является некой такой кожей, оболочкой человека. То есть он не отсиживает где-то там какое-то количество часов там, или вот порепетировал там на сцене, вышел из театра и все, вот теперь я не артист. Там, как бы вот у них такого нет. Вы сказали, что артист – это диагноз? Да, да, это абсолютно психический диагноз. То есть есть некая норма. Хорошо, спасибо. Времени, подсказки у нас закончились. Тем, кто, может быть, не сначала следит за нашей дискуссией, мы сегодня говорили о том, как многие культурные деятели пытаются попасть во власть, и нужно ли это людям, то есть населению, нам с вами, и что от этого может быть, а может и не быть. Моими гостями были Александр Щеглев и Лариса Иванова. Здесь у нас непосредственно какой-то перестрелки-то не получилось, она не была таковой задумана. Давайте не будем стрелять в культуру. Стрелять в культуру. Давайте не будем. Для этого мне и нужны были ваши точки зрения, потому что люди, наверное, которые стремятся во власть, они движутся многими мотивами, и в том числе личностными, о которых говорил, собственно, Александр. И как бы то ни было, у нас, наверное, власть все равно всегда будет оставаться во многом игрой, так пускай она все-таки будет профессиональной. Да, поэтому пожелаем Ивану Ахлобыстину о его доктрине 7.7 успехов. По крайней мере, это будет занятно. Вам, уважаемые гости, спасибо за беседу. Телезрители напоминают, что голосование по поставленной теме на ваших экранах абсолютно беспристрастно. Цифры говорят сами за себя. Вы смотрели «Открытые голосования». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин